Экотропия стартовала. Проект, разработанный видными педагогами республики, начал свою деятельность в Казбековском районе. Близ озера Горинжо расположились так называемые эко-пункты, на которых, помимо информации по истории и географии родного края, можно поиграть в занимательный квест. Первый запуск проекта прошел успешно, а в полную силу он стартует с началом нового учебного года. Прошли по экотропии наши корреспонденты. Для разгадки первой части квеста нужно выполнить несколько заданий. За каждое верное участники получают буквы, из которых складывают название следующей точки квеста. Ребятам рассказывают об удивительных растениях и животных, обитающих в сердце Салатавии. Самый редкий из них – кавказский тритон. Увидеть его – большая редкость. Зато можно поближе познакомиться с цветком, имеющим причудливое название – мать и мачеха, за гладкость одной стороны листа и шероховатость другой. Объектом изучения для юных исследователей может стать даже вот этот старый пень. Казалось бы, он ничем не примечателен, но внутри него расположилась своя маленькая экосистема. Возле каждого пункта есть информационный стенд, где, отсканировав QR-код, можно перейти на специализированный сайт и узнать больше о краснокнижной флоре и фауне Казбековского района. Всего таких пунктов 9 и расположены они в удивительно живописном месте – вокруг озера Горинжо. Здесь же проходит и экскурсия для взрослых сразу на трех языках – русском, английском и немецком. На каждой точке экотропии гостям Казбековского района рассказывают об удивительном природном комплексе Горинжо. Иван-чай здесь, например, встречается, потом различные виды лекарственных остальных – кустарниковый, шиповник, потом таможек, все-все, ежевик, все-все здесь встречается. И вот это место уникальное в плане того, что на маленькой территории все здесь можно. Всего над проектом «Экотропия» трудились 14 педагогов, каждый из которых становился победителем конкурса «Учитель года Дагестана». Асият стала призером в 2019-м. Учитель рисования, она разрабатывала задания для квеста, связанные с миром искусства. Моя задумка была такая – придумать квест и связать это именно с пунктами «Экотропии». Вопросы были составлены так, даже если ребенок этого не знает, то наводящими вспомогательными вопросами можно навести уже на правильный ответ. Проект мультипредметный. Здесь школьники с 1 по 8 класс смогут изучить историю, биологию и географию родного края. Специально для этого разработаны учебное пособие и рабочая тетрадь. Здесь расписаны такие уроки, как уроки-квесты, уроки-практикумы. И они написаны непосредственно для каждой экологической локации на этой тропе. Вот такая особенность нашего проекта. Выездные занятия здесь начнутся уже в новом учебном году. Каждые выходные сюда будут приезжать школьники, выбравшие факультативным предметом экологию родной республики. Любовь Масова, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей. Казбековский район.